Ну а новости спорта у моего коллеги Павла Зайцева. Пробки в центре Владивостока сыграли злую шутку с челябинской командой. Трактористы приехали на арену за 60 минут до стартового вбрасывания. На самом деле, да, попали в пробку, там почти два часа добирались, и приехали за 15 минут до ледовой разминки. Но обстоятельства так сложились, как бы не обращали внимания, готовились, выходили, играли. Готовились к игре именно там, в автобусе? Да, прям там начали сразу разминаться, чтобы было выйти и смогли его сыграть уже. Во Владивостоке помнят тех, кто создавал первые победы для адмирала. Один из них теперь защищает цвета челябинского клуба. Нападающий номер 11, Рита Генге. У гостей получилось с корабля на бал. Именно Рихард Гюнге в самом начале матча вспомнил, как забивать на фетисов арене. Хлестко бросил из-под клюшек троих адмиральцев, которые пытались, но не остановили его. А в середине первого периода форвард трактора Алексей Кручинин забросил в меньшинстве. Казалось, что вытянуть эту игру хозяевам будет невозможно, ведь челябинцы всегда увозили из Владивостока очки. Никогда не проигрывали в основное время матчей. Почти полтора периода понадобилось сине-белым, чтобы перевернуть игру. В концовке второй 20-ти минутки нападающий адмирала Владимир Бутузов решился бросить сам и не прогадал. А в концовке Дмитрий Союзтов продолжил забивать после возвращения в строй. Его выстрел охотники назвали бы «белки в глаз». Вратарь гостей Демченко, который тащил всю игру, был бессилен. Игра перешла в овертайм, в котором адмиральский вундеркинд Владимир Ткачев бильярдным броском принес Владивостоку победу. Отыгрываться надо, это даже не обсуждается. То есть играем дома, присоедет болельщика, надо показывать характер свой. И первый период мы как-то начали не очень, да. Два гола пропустили, потом тренера с нами погорели. Любая победа, она важна, в данной ситуации вы правы, она нам нужна, как глоток свежего воздуха. И я надеюсь, что именно такая волевая победа с 0-2 отыгрались, она придаст ребятам уверенность и сил на будущие игры. Потому что очки нам нужны, и ситуация непростая. Все хотят побеждать, все хотят быть восьмеркой. Восьмерки претендентов на попадание в плей-офф сейчас высокая плотность. Чтобы выбить кого-то из них, нужно показывать игру, как в матче с трактором в каждой встрече. Павел Зайцев, Павел Михайлов, Панорама.